Это улица Волжская, микрорайон Мамайка. Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» добрался и до спальных районов. Работа кипит, причем в прямом смысле этого слова. Температура свежего аспальта достигает 100 градусов. К концу лета новым полотном здесь застелят почти полтора километра дороги. У данной улицы были неоднократные обращения жителей, гостей нашего города. Поэтому мы включили эту улицу в планы ремонта на 2019 год. На данной улице были заменены бортовые камни, произведен ямочный ремонт. И сейчас в настоящее время укладывается слой из щебеночно-мастичного асфальтобетона. Он характеризует себя как долговечный, прочный, с наилучшими характеристиками, что для города Сочи очень важно. После завершения работ по укладке асфальтобетона на дорогу по улице Волжской нанесут разметку, которой ранее не было вообще, обновят дорожные знаки. Ну а пешеходы переменные уже замечают по другим улицам, таким как, например, Островского. Здесь улицу преобразил не только свежий асфальт, но и новая брусчатка на тротуарах. А вот на улице Конституции вместе с новой дорогой появились дорожные неровности. Правда, они искусственно созданы и больше известны как лежачие полицейские. Она сделана из асфальта, это искусственная неровность, обозначена специальными знаками. И теперь можно смело говорить, что безопасность, наверное, процентов на 60-70 обеспечена для тех людей, которые переходят. Таких две у нас неровности. А вторая устроена в районе Дома Конституции 18, как раз в том месте, где у нас новейшая детская площадка, которая обустроена вообще надлежащим образом. И, конечно, посещение и поликлиники, и детской площадки интенсивное. Очень приятно, что там у нас все-таки теперь такая прекрасная пешеходная зона. Это очень радует и очень радует то, что сами строители и департамент, видимо, транспорта города Сочи позаботились об этом. В плане дорожников в этом году отремонтировать 64 дороги. Одну из них на улице Леселидзе капитально. Строительная техника на курорте остановится 25 августа. У нас уже закончены работы полностью на 42 улицах. В ближайшие буквально несколько дней мы сдадим еще порядка 10 улиц. То есть у нас там уже процент выполнения работ 95-98%. Сейчас ведем большую работу по проектированию капитального ремонта, либо реконструкции наших улиц, в том числе в сельских округах, где требуется смена покрытия. Поэтому могу заверить тех жителей наших, конечно, в первую очередь жителей, которые переживают, что только центральные улицы делаются. Это не так уже видно по этому году. Тот же пример с улицы Леселидзе. И уверяю, что эта работа будет только усиливаться в последующие годы. Какие дороги отремонтируют в ближайшие два года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сейчас решают вместе с сочинцами. Именно горожане определяют перечень улиц, нуждающихся в ремонте. Происходит это на специальных встречах с председателями ТОС. Сумма остается прежней – 830 миллионов рублей в год. В 2020-м работы на сочинских дорогах начнутся уже в январе и завершатся до начала летнего сезона. Сочинская зима позволяет ремонтировать дороги без ущерба качеству.